я говорю пришел сня уставший домой после тяжелого изнуряющего рабочего дня приходишь домой приходишь когда не домой не уставший ну бывает когда там конь день посвободнее как-то попроще бывает на каждый сильно рассказывает что ты очень занятой дых и дохрена правда правда работа много на самом деле то есть якобы нет а где деньги в семью не придуриваюсь опять прогулялся дрянь под подожди подожди мы пока с тобой не вместе живем опять проснулся с пацанами своими а жене шубу купить я следующий раз табличку такую себе сделаю знаешь как вот там продамка ищу жену наружу бы вдруг и вдруг к нас слушают какие-нибудь незамужние дамы шуба есть еще жену да 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 нет на самом деле слушай какой-то март был такой стандартно у меня про 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 проваленный но это же провалено просто спад ну с учетом еще все обстановки апреля что-то прям взрыв какой-то вообще спроса движника и вообще фиг по мечевому просто куча сейчас проектов разработки и просто ужас короче какой-то я не жалуюсь мне к мне кайфу просто я чуть спать хочу пришел домой и нажрался как свинья пришел домой думаю да есть хочу думать чего бы такое думаю так мне много ингредиентов всяких разных надо пиццу сделать я короче там два вида колбасы туда мне были еще шампиньоны и оливки перец чили соусик забабахал подожди подожди нет тут надо надо самого начала я просто наш этот это забавно но я сейчас вот с дочкой на занятия ехал и пока мы тренера ждали мы что-то про пиццу заговорили она очень любит пиццу и мы что-то заговорили про пиццу и я говорю все дети любят пиццу но мне кажется просто какой-то неотъемлемый да мы то мы тоже мы взрослый он или мы не взрослые просто еще короче и мы что-то начали разговаривать игра можно в принципе самим сделать и начал как бы рассказывать как вот типа сделать пиццу нужен тогда конечно же тимур фирменный рецепт пицца тимур байкова да мне нет фирмена на самом деле у меня просто че есть в холодильнике только какие тесто сам делаешь или как нет нет честно тесто тесто покупаю тесто я наверное делал но может один-два раза блин долго муторный и чё-то мне лень с этим хорошо окей у нас уже есть заготовка это такой блин лежит тесто что мы делаем дальше с тесто тесто дрожжевое я взял потом на низ как обычно чуть-чуть тоненько томатного соуса нами намазал чуть-чуть лучка буквально для сока покрошил потом пошел помидорки пошли потом грибочки мелко порезанные шампиньончики тоже оливочки положил потом два вида колбаски колбаска это одна вареная копченая другая сырокопченая два слоя немножечко потом сверху перец чили порезал положил чуть-чуть приправок добавил итальянских и поставил духовочку минут буквально на 15 как пицца подошла сверху сыра насыпал чем минут 10 я сожрал пол пиццы лучше бы я этого не делал я хоть человек я хоть человек и большой как бы с большим желудком возможно даже не один я конечно не делал рентген или как-то правильно называется ты же альфа смотрел не а сейчас подумал да что ты инопланетянин знаешь ты типа высокий желудков я сразу в людях в были смешные длинный чем был чувак который помнишь который пришел в ресторан то с бриллиантами и там был один маленький такой друг то с кошкой отрубку дуды прям здоровья типа что будем заказывать я буду брать пироги 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 в это вареники тогда там как по-польски или по-кому на каком на языке но и чё говорят здоровья здоровья лакариш он еще лысый был как бы я у меня щелану руки то волосы есть на голове но короче пицца получилось прекрасно все получилось я еще в магазине купил рукколы прям зашел и свежая руккола лежит а потом еще накидать кида вы свет сверху я съелся фотография то есть у тебя как блин ну в духовке есть только носки скинь в чатик потом а как-то хорошо ткал не съел нельзя же как ты должен был как я че я конечно понимаешь это жрать подожди 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 так я говорю я купил рукколу и прям све в магазине кайфовая свежайшая просто руккола думаю сейчас я еще на пиццу горячую положу рукколу будет шакардос я съел четверть пиццы думаю чё я забыл дебил рукколу пришлось есть еще четверть пиццы как раз за которой я обожрался на нем положил уже рукколу но как бы ладно надо доводить до конца начатое естественно нельзя же вот так вот на полпути бросать а то как вот ну должно быть я согласен согласен вот теперь поэтому сижу страдаю пьют сачок какой-то вкусный вот а так у нас все хорошо я погода шепчет на выходных у нас до плюс 24 обещал я не понимаю что происходит ну то есть ладно бы ты действительно жил где-то от не знаю в астрахани где арбузы растут слушай я не знаю на самом деле то есть вот я как-то пытаюсь каждый год думать а как было прошлом году и я верю все время забываю погоду в прошлом году я думаю что как записывает метеонаблюдение вести что ли и слушай ну так но по фотографии нет в телефоне смотришь но у нас в принципе-то это нормальная весна но 24 конечно это нормально но в целом сейчас на улице там плюс 12 плюс 14 уже нормальная мы тут в целом определили что знаешь типа все сдвинулось на месяц еще там то условно говоря октябрь очень теплый ноябрь еще теплый у нас по крайней мере то есть реально там даже снега еще толком нету но при этом до самого мая ну в мае в принципе всегда было чем-то странным то есть вот эти первые майские праздники она все время как-то резко вниз уходила температура у нас там то дождь то есть никого да 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 вот такая же фигня но при этом там типа апрель мог быть уже очень теплым но сейчас условно говоря недавно снег ну тут на прошлой неделе снег был тут просто замело все ничего не видно там не часто хорошо прекрасно 9 плюс 10 светит солнышко сегодня вообще ни одного облака и знаешь такое но тем не менее игры что вот она все тащение что немножечко подвинулась там где-то на месяц на полтора то есть лет лет а теперь ну как бы она идет дольше она переходит туда в осень и осенью все еще теплое теплое а зато начинается как-то ну то есть весна позже начинается поэтому как-то пока не очень понятно про пиццу еще вспомнил что в прошлом году еще хотел теперь видимо в этом придется очень хочу сделать на даче такую печку знаешь типа дровяную типа но такую уличную да 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 их делают в форме полукруга такого значит это очень круто на самом деле вот и надо какое-то хорошее основание придумать и продаются специальные кирпичи сейчас конечно не знаю может конечно из говна и палок собрать но хочется мне кажется кирпич для камина берешь и будет все счастье да 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 ну надо его только купить теперь вопрос то в том что вот ну хочется именно вот но сделать вот прям чтобы у тебя там гигантская температура и буквально за считанные минуты она все одно время то есть одновременно ставишь то есть не надо там потом вынимать досыпать что ты просто раз у тебя и тесто успевает и вся начинка там приготовиться короче вот буду наверное экспериментировать в этом году кучу уже там еще в прошлом посмотрел видосов всяких еще чего-то там всяких разных технологий кто что делает как выкладывают вот нужно основание хочется чтобы еще повыше было чтобы подходить туда знаешь не 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 на карачках там ползать и где-то или куда-то надо чтобы как-то вот на уровне там за пояса пример я понял что идеальная по вообще идеальная пнут этот сам фундамент условно говоря да это нужно найти колодезное кольцо вот блин ты мы мысли читаешь да 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 она она как раз метровая самое то да и сделать какой-то вот но на нем уже выложить стол и на этом столе уже выстраивать вот этот вот полусферу такую и рангу какую-то если я правильно называют чум как это когда полукруга такая штука и вот и в ней прям там фигачить на конечно очень круто ну плюс там все остальное можно готовить короче вот в общем пиццная пиццная пиццный вирус проник окончательно в мозг и теперь хочется делать такие что все всем всем и сейчас с началом этого сезона гоночно всем немного итальянцы ну кстати да вот мы же не просто так понимаете это к люди со стороны могут подумать о чем эти парни а эти парни всегда подводят к самым истинным и правильным темам следующий шаг мы начнем пить вино по утрам да мне кажется это неизбежно просто то есть из ты строишь смотри тебя задачи минимум на этот сезон ты строишь печь для пиццы там еще для техники продукт приготовления какой пищи из те нужно еще винный погреб выкопать да блин не отчетов пускай пока в холодильнике постоит мне просто еще музей доделывать мне нужно заезд еще сделать еще нужно и очень хочется домик для гостей построить потому что какой смысл строить печку какой смысл делать музей сделать широкий займя звал я так не приехал да а то есть фундамент уже есть осталось возвести избушку на курьих ножках чтобы как-то путники могли где-то притулиться так сказать куда-то вот свои пятые точки приземлить спокойно там переночевать потому что все же любят какие-то изливания тем более если ты построишь печку для пиццы и прочего там всего ну это же интересно все же приедут дегустировать то что все эти ваши шашлычки вот эти которые так любят русские все русские любят шашлыки поэтому уже вот здесь за барбекю плюс-минус даже там как-то освоено по чуть-чуть нет большого конечно нету хочется большой такое чтобы но даже в условиях небольшого тазика в которых барбекю уже что-то освоено но те же к новым к новым вершинам стремится душа вот так что нет какой винный погреб подождет есть холодильник даже 2 можно один специально подключить он будет исключительно для напитков и вот там можно все это охлаждать погреб потом хотя конечно в современной действительности в современных реалиях отлично подойдет хороший погреб желательно усиленной арматуры колодезными кольцами опять же арматуры побольше да где-то там полу полуметровые бетонные стены минимум железная дверь такая знаешь на по механизме который крутить надо как на подводных лодках вот и внутри там все конечно ну идея тоже хорошая но чуть-чуть попозже это дивальные подкасты здесь шумят моторы здравствуйте друзья диванный подкаст врывается в ваши прелестные ушки так бы все и расцеловал почему бы и нет нужно дарить друг другу любовь радость счастье 60 ой пятьдесят девятый выпуск хотел сказать 69 представляешь переметнул нас штук на 10 вперед на самом деле нет на самом деле всего лишь пятьдесят девятый выпуск ну для кого всего лишь а для кого и третий сезон все еще разговариваем о гонках все еще их очень любим а тимур евгеньевич я вас категорически приветствую на волнах или александр радиостанции бомжа о да и вот я сказал как будто я какой-то портариканец так вот не просто так конечно же мы здесь собрались прошел нас третий этап гран-при формулы 1 прошел он в австралии хотел что-то пошутить про перевернутую страну но надоел уже уже глаза мозолит все эти шутки но прежде чем как мы обычно переходим к длинным и вкратчивым разговором разговором о том что же там все-таки у них там было начнем по традиции с новостей приготовили ли вы что-то нам тимур евгеньевич кроме пиццы так немножко возможно что-нибудь и накинуть можно по новостям вроде бы слухи вокруг монако у нас что монако все до свидания прощать из календаря но вроде бы нет там всех успокоили сказали что мы пока все живы столько монако и будет стоять и проводиться гонки там тоже будут поэтому там все были очень все были очень расстроены как гасли как же так без монако и вообще не формула 1 я ухожу но нет никто не уходит он пока начнете вот это они же там как-то нужно лет как-то хороший человек не профессия у нас как у нас у нас незаменимых нет все пока как там очередь стоит если таки лишь просто признаки черствые сволочи всем насрать просто такие думаю здесь бабло зарабатываем наплевать какие гонщики давай нового чем гонщиков малышки на планете каждый второй вот гонщик сейчас посмотри на них вот сейчас весна даже даже с геймеров берут он большой ездит да понимаешь сейчас еще весна сейчас вообще все гонщики они просто сейчас они еще резин не переобули они уже там были носится как они прям как коты и чувствуют что все асфальт пошел да я был пару дней назад вечерком в центре так сказать мне был вечерний променад по центру города естественно сибирска и какой-то товарищ на мерседесе грел шипованную резину дыма было невероятное количество воняло на все на всю площадь просто такой дым шоу устроил его все долго материли конечно как то гонщики да по вылазили но так что знаешь эти гонщиков у нас свете ваши гасли могут что угодно говорить но на самом деле я тоже знаю что когда начали какие-то эти слухи я знаю что монако многие не любят типа что фу ну нет ну нельзя без монако да это не какая-то там супер гоношная трасса там но это история но как бы историю надо ценить любить сохранять и уважать но как минимум чтить какие-то традиции до плюс если мы даже не говори не нравится часто мне нравится вот этот весь пафос этот весь блеск гламур вокруг монако но это но это прикольно мы все-таки королевские гонки смотрим и это хоть что-то должно напоминать нам о том что это гран-при в конце концов я просто это красиво то есть это что это есть князь и княгиня вот этот ну все эти атрибуты монако но это неотъемлемо найти куча яхт припаркованных там вот в районе вот залива да все вот это вот великолепие вот этот все блеск отели все знаменитые повороты ну куда без этого нельзя нельзя я вот хотел сказать что вот даже если мы уберем всю эту романтику которую мы говорим там историю и там дань традициям то совершенно не стоит забывать о том что формула-1 в сухом остатке это абсолютнейший бизнес монако это как раз та гонка где приезжают просто все туда все стараются приехать все стараются как можно больше выпендриться найти побольше там деловых контактов и не только там из руководителей канага команды там представители спонсоров а там куча звезд туда съезжается куча там действительно всяких там бизнесменов высочайшего уровня это наверное ну и такая единственная гонка где вот настолько все круто вот мне кажется они что-то подобное хотят сейчас в майами сделать потому что все-таки не маями а лас-вегас мне кажется были вот лас-вегас да да сейчас у нас сюда лас-вегас появится ну то есть вот когда америку сейчас начали подтягивать то есть они какую-то вторую такую хотят создать чтобы действительно ну очень много всяких там звезд мировой величины вроде видишь как тут в европе то все есть тут вот этот бомонта ну а как бы надо же вот чем мы в этом техасе катаемся там одни реднеки как бы и пикапы и перекати поле прыгает нам нужно какой-то блеск и вот создать в америке американского рынка поэтому да возможно но раз уж мы начали про американские гонки то гран-при майами у нас предстоит уже вот-вот скоро и парад у руководителей команды отменили вот что ждали мы понимаешь а я это а я так хотел посмотреть я надеялся я все в своей жизни все в своей жизни видел уже я не видел только как короче эта информация неофициальная но вроде как что из таймингов вот которые там где-то есть в буклетах каких-то там в книжечках записулечках в общем вот этот строчка что вот парад руководители команд она исчезла почему-то не знаю может потому что не сильно интересно про опять же про майами продолжаем будет три зоны drs и даже на этих зонах адрес типа ожидается скорость 195 200 миль в час даже я правильно понимаю я правильно понимаю что все-таки они начали слушать все диванный подкаст и что-то о чем так долго говорили мы что нужно больше зон дер с ну что нужно в принципе всегда крыло открывать потому что насколько уже можно то есть ночью она ну то есть чтобы не было такой ерунды как саудовской аравии чтобы проходите после вас нет нет ваша очередь не твоя а просто любая прямая где можно открывать пускай открывает борьба так вот если вы хотите хотите откройте в повороте ну как бы но не страх и риск в принципе да в принципе да ну вот и соответственно лишь и все к этому подбирается тут собирались вот в австралии вообще 4 сделать но что-то не получилось не таки ой чет мы не там как-то чет тут прямая не прямая кривая страшно давайте не будем и кто там помолон со все против там был еще кто-то некий нафиг убираем вот этого а потом наверно сами пожалели потому что было бы у них очень хорошо все так вот ну то есть я говорю что видишь видимо все таки начнем потому что вот возвращаясь опять как к австралии чуть попозже об этом поговорим албан да вот помнишь мои идеи про какие-то покрышки там затирал что-то про резину вот как в албан тоже диванный подкаст послушал поэтому друзья поздравляю вас мы как-то выходим на большую арену на же к нам прислушивается дирекция гонок к нам прислушиваются гонщик рынок выходим ну так а на самом деле я что-то про майами хотел даже у тебя спросить потому что что-то на календарь тут как-то смотрел а там на знаешь она стоялась все еще с какой-то звездочкой то есть вроде она как бы впихнуто вот сейчас в ближайшее там какое-то время то есть первой части календаря при этом как-то там не до конца было то ли дата там не было то ли что-то такое я как-то вот возможно я какие-то старые календари просто открывал скорее всего нет 8 мая все уже стоит майами 8 нормально майами да то есть 57 кругов нас ожидает если я смотрел когда анонсировали что будет резон дресс смотрел на конфиг опять майами и в принципе то я не знаю конечно как будет гонка проходить вообще как то есть это там все будет выглядеть будет это там зрелищно или может быть какое-то унылое не пойми что но по конфигу мне нравится как она выглядит есть прямяки есть скоростные повороты есть медленные затычные перед задней прямой и так блин нет наверное сначала как-то это слишком строго относился мне казалось это сделали вокруг стадиона вот этот парковочная какая-то гонка очередная но может мы и и прежде время как-то все это осуждаем поэтому короче посмотрим на самом деле мне прям хочется смотреть тому как как же уже будет и кстати все таки интересно вот ценники которые мы тогда еще обсуждали пару подкастов зато все-таки будут такими или нет то есть реально будет и ценник в 2 300 не подожди стой но все парада парада руководителей команд не будет какие-то ну как бы за все максимум пить и готов дать конечно все без без этого супер зрелища как бы чет на что там еще смотреть ну нет явно максимум пить и конечно все продолжаем продолжаем по новостям вокруг американских трасс мы с тобой тогда обсуждали что у нас будет гран-при майами и вовсе таки анонсировали но как оказалось то что сливали до новости тот конфиг трассы который мы поржали что это прямоугольник но нет там теперь не прямоугольник там теперь ну там кто же что нарисовывает на самом деле там в принципе похоже на свинку так в профиль если поставить свинью в целом такая или такса какая-то но больше не похоже конечно свина собака вот эта свина собака знаменитая свина собака всхуднувшая свинья вытянутая посмотрел ролик с визуализации совсем со всего этого дело симуляции с какой-то ну как бы пейзаж будет прикольный ничего не скажу конечно то есть и трасса проложенными вот этих всех водопадов фонтанов гостиниц отелей будет скорее всего прикольно конечно именно как картинка как-то будет на самом деле то что ну длиннющий примик по стрипу две дуги три дуги пару изломов ну вот в принципе еще один примик задний вот в принципе ты и все я понимаю что это как бы трасса городская и там особо не разбежишься ничего нового сегодня понастроить что отель не переставишь в другую сторону все-таки не арабы не саудиты а так чё есть то есть в общем как минимум будет красиво а там посмотрим продолжаем про трассы вместо сочи нам хотят поставить скорее всего второй сингапур и но чтобы сдвоить но зачем но есть же трассы и же но с точки зрения логистики зрения логистики как бы да я это понимаю здесь нет вопросов нет на самом деле то есть это как бы грамотно логично потому что получается будет там италия но монца через две недели начнется сингапур и через неделю будет еще один сингапур то есть в целом как бы вот в разрезе именно логики окей но сингапур нет он мне нравится там были прикольные какие-то и сражения и столкновения были и скандальные не было и скандальные вещи да и все эти пике гейт вот чего короче только не было на самом деле но чё было то было ну как вот хотел бы видеть два сингапура подряд наверное у меня муж тоже лучше бы знаешь я бы лучше наверное вот там вот если хотите ну как-то логистику сохранить но вы из монцы прийти в мунжелла ну да да то есть пусть вас будет две италии потом два две недели до сингапура как бы и все успеют доехать спокойно расположиться и так далее поэтому ну чё вставить не вставить не знаю посмотрим можно конечно не вставит оставили как есть может малайзию отмут все-таки один на одну гоночку вот опять таки да то есть вот есть малайзия которая так и не вернулась есть еще что-то но и возвращаясь к вопросам логистики именно да то есть не знаю видел ты нет что на той неделе были проблемы большие с поставкой мотоциклов в америку когда там к мото джипе они собственно готовились которая была вот прошедшие выходные тоже не не интересовался сейчас но там тоже короче бы были проблемы с тем что не все успевали там все привести то есть именно вот логистические штуки начался какой-то там общемировой кризис вот это логистический и сейчас были проблемы у некоторых команд не успевал там dhl прикатить все что нужно в в австралии в общем они там решали дополнительно что-то там привлекали дополнительные силы и средства и вообще говорят что что-то все какое-то сумасшествие дорожает все просто в несколько раз условно там я какие-то цифры такие видел из серии что там какая-то маренда контейнера раньше стоил там 700 евро а сейчас просят чуть ли не там 20 тысяч это нифига себе это как это на это не может за то чтобы вот настолько то больше вот так что начинаются до большие проблемы поэтому может быть они этим тоже очень сильно обеспокоены плюс не стоит забывать что тоже все вот эти переезды до увеличения гонок это тоже все бюджет команд в том числе то есть они же свое оборудование тоже таскают туда-сюда вообще очень интересная вся эта штука я сейчас начал там чуть подробнее разбираться потому что в основном все разговоры о логистике формула-1 заканчивается на том что ну типа как возят как ну где-то грузовиками где-то самолетами где-то как бы на кораблях заранее вот так что и давно просили несколько зрителей сделать какой-нибудь подробный видосик этим сейчас как раз занимаюсь то есть этом готовлю сценарий достаточно большой объемные вообще очень сильно переживал что не смогут и на прошлой неделе сделать просто не успевал у меня что-то просто текст не складывался совсем зато вышел прекрасный как мне показался ролик про превью австралии вот я его как дальше я такой в последний момент все то есть я в тупик уже зашел я сижу уже поздно я ничего не могу сделать у меня текст просто не ложится на бумагу я такой задолбала взял сел и там за один вечер нафигачил австралию такой ну нормально вот и опять-таки потом наш вот этой серии что не делал все к лучшему потому что проходит там пара дней и появляется вот эта новость что есть проблемы с логистикой они не могут там могли вообще не успеть привести там частично оборудование в австралию я такой прекрасный инфоповод с этого ролика начнем так что надеюсь будет время сейчас ближайшее время доделаю вот и подробненько расскажу как это все работает кто куда чего возит каким образом почему это действительно сложно почему в том числе не очень нравится всем вот это увеличение сезона да то есть опять таки это прямо там много много нагрузки и на команды и в том числе естественно на отдел логистики и конечно же удорожание всего и кстати вот окей мне нравится как у нас все переплетается это просто шикарно потому что я вспомнил новость что многие команды уже просят увеличить вот этот лимит минимум по моему на 7 миллион из инфляции ну в принципе потому что какая-то шляпа и как-то что-то кто-то куда-то не укладывается хотя есть как всегда всегда найдутся те кто против это как тот самый мужик который в твоем офисе работает скотина сидит около где-нибудь этого самого как вызовет кондиционера а на улице плюс 40 вы все уже вспотели вы уже умираете а его ему холодно его продует обязательно по и меня продует у меня сразу насморк не надо включать это говно по напридум окошко открой вася ты чё вот и короче вот и всегда найдется такой прекрасный человек поэтому естественно там не не все за кто-то горит нею не нахрен надо но и нормально мы вписываемся в общем конечно интересная штука с этими лимитами бюджетов когда казалось бы чтобы зарабатывать всем больше нужно тратить меньше но при этом нужно тратить больше переставать тратить чтобы все равно потом делить это на всех поэтому новых никого мы не хотим принимать но при этом мы тут пытаемся уложиться но у нас тут них рена не получается чтобы заработать больше казалось бы нужны какие-то разработки а разработок мы больше вести ну короче вот это все такое такое странное все это я конечно за верните пожалуйста в семидесятые года прекрасную свободную формулу-1 до того как она стала формулой 1 чтобы и машины были какие хотите и команды кто хочет тот пускай ездит если бабла хватает пускай делают классные машины пускай приходит больше пилотов и полет фантазии а то понимаешь вот но мы об этом я думаю тоже сегодня поговорим когда мы упираемся опять-таки все забывайте им про эти бюджеты ограничения доработок и так далее то есть первая проблема это бабло который ты типа не можешь тратить а второе это вот эти там например запрет на доработку двигателей и что ты нахрен с этим сделаешь собрал говно будешь на этом теперь до 26 года есть практически но есть хитрость но мы об этом чуть попозже что у нас там еще я тут вспомнил просто что заныли команды бабла хотят побольше тратить мне бы их счастье я даже не знаю что тебе прокомментировать на этот счет ладно по новостям принципе почти все единственное что новость конечно как у нас наверное не коснется потому что нетфликса у нас в стране теперь не осталось но вдруг мало ли что-то кто-то где-то 13 июля выходит анализ фильм или сериала пока так и не понял про фетеля вот типа что-то биографическое не биографическое не знаю что это будет но вот если кто-то есть прям фанат нет если честно я сам столица бы глянул да конечно принц принципе нетликс снимает надо признать в общем вещи-то часто неплохие и наверное будет как годнота может откуда-нибудь и достанем потом где-нибудь с торантика с какой-нибудь еще какой-нибудь посливаем на нас субтитрами пиратская страна теперь нам очень под мой большим открыто об этом говорить кстати да нас с новостями я все я насчет и так и говоришь может быть сериал я вначале хотел сказать немного лет типа о себе возомнили что чтобы типа афета ли что там не он еще во первых живой во вторых как бы не такой старый чё там сериал то распихивать а потом вспомнил что тот же самый нетфликс умудрился про бабу волеса снять сериал все таки про про нас когда и и и я рассказывал же эту историю как я посмотрел этот сериал нет он я слышал что что его сняли сериал то что он вышел я не смотрел называется по моему гонщик я сейчас точно не вспомню не суть типа 6 серий маме американцы как всегда просто плещет креативом да по моему 6 серий я такого ну хочется посмотреть тем более вот сейчас как бы плотненько подсел на наскар вот как бы смотрю тут может еще я а я думаю что ты весе прибавлять начал и короче тот самый какого и думаю ну вот может какую-то кухню там внутреннюю покажет понятно что там будет повесточка обязательно пожирать буду понятно что будет повесточка было ему сказать что там половина серии скорее всего будет про это там н-ля-ля н-морт протягивая тяготые лишения но как все таки вот он значит от от простого как говорится черного парня добрался до вершины вот автоспорта там выиграл гонку и вообще все хорошо и в общем включила этот сериал честно скажу что нетфликса не было поэтому стырил стырил я на каком-то его там за субтитрами или как общем там даже по моему перевод был ну то есть типа ты знаешь какой-то короче ресурс ну я просто набрал она открылась и там тип все серии есть это к зашибись нажал на play думаю просто за вечер сейчас посмотрю я не хочу как бы там какой-то лазать что-то искать там я нажал на play посмотрел серию такой офигенно типа сейчас будет 2 а он четверг искать и перевод прям нормальный да ну как бы там плюс минус я уже давно к этому спокойно отношусь когда там в какой-то книге по моему как раз там гонки на мокром асфальте вот эти которые про собаку там да вот там вот каркас безопасности называли трубчатой клетью или как-то так ну там то есть там там очень странное что-то было написано мне мне просто для себя прям ухо режет вот и а я как-то вот уже знаешь давно давно привык я на это все время сноску делаю то есть я я понимаю чем речь идет то есть меня мозг у меня мозг это спокойно фильтрует и сам уже у меня автоматически до переводит и говорит как бы то что нужно сказать но несуть и я короче такой ну нормально в принципе можно посмотреть вот уже серию глянул то что-то про наскар потом думаю как то они так круто уже завернули что-то тут уже показывают что он такой крутой там то есть там да очень много каких-то был эмовских тем было как раз про это там про то что он добился ля-ля-ля думаю да что ж такое то как-то они сразу вот и как-то вот уже показали вроде все а дальше то что снимать будут а следующая серия не запускается и тут я понимаю что я посмотрел шестую серию сразу она как-то так запустилась на этом сайте что у меня включилась шестая серия при этом не все было понятно то есть он ходит там куда тачку собирает показывать что они там сейчас какую-то машину сделают потом раз там гонки думаю ну какой тут блин странная для первой серии по факту но в принципе считаю что сериал посмотрел поэтому как он называется в оригинале за рейсер по моему вот я просто хотим мне уже интересно стало хочу да не обязательно и для общего развития в любом случае конечно да то есть опять честно я пока до наскара не дошел чтобы прям в его вникать смотреть плюс еще у меня идет естественно глубочайшую ночью как обычно и мне вот его смотреть уже у тебя даже скорее под утро я бы сказал или под утро да а вставать раньше ради наскара я не готов пока ну да есть есть такие проблемы но короче ладно раз уж говорю что раз про бабу волеса сняли то и профит или можно серии 67 накатать слушай да но почему нет другой стороны но чё алонсо сериал был был прикольно но в целом как бы посмотреть можно чё нет то но dts видишь как вот видимо все на опыте dts что вот так вот бам и сразу стрельнула и сразу там какая-то сумасшедшая аудитория прибавилась и гонки стали смотреть и на гонки стали приезжать и dts там просто приносит кучу денег с просмотров но видимо вот все подумали о почему почему бы и нет тот же тому же хитрик поздравил что денег заплатит наверное за то что человека будут в сериале пользовать во всех разных видах формах и содержаниях опять-таки да про формулу 2 сериал у них тут же да кстати опять-таки да возвращаясь к это к творческим профессиям на бионаджи его переводили и переводят сейчас последней серии и я там активно участие в последней серии принял поэтому все приходите смотреть дублированный переведенный сериал погони за мечтой это уже по моему третий сезон если не ошибаюсь по моему да ну в общем да они как сделали вот ну папа пошел drive to survive и пошло дальше счет про душечку но двушка такая она конечно мне кажется более так снято как-то вот совсем такими эпизодиками они так пытаются чисто гонщиков раскрыть в каждой серии то есть нет такого что те показывают какой-то гоночный сезон с его там какими-то там драмами и переживаниями ну там тоже это сбрасывает но в основном просто тебе как-то раскрывают лично то есть он будет больше про людей такое ощущение чем прогон кстати про людей последняя новость пока вспомнил пока не забыл но все мы знаем что у нас есть сми разного рода тем более не профильные которые пытаются засадить какую-то новость не разбираясь вопросе это все мы знаем что сми у нас больше нет закрылись сейчас 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 не об этом сейчас не об этом ну новость все-таки политическая санкционная что дмитрия мазепина отца никиты в италии там арестовали активы и заморозили виллу ну то есть видимо на сделки по недвижимости чтобы никак не был ничего не забыл сделать саб-зиро пришел такой да 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 но так вот один новостной сайт я не буду ничего говорить название какие-то ходить погуглить если что новости тут написал как бы ну все-таки новость скажем так не гоночная до сюда в общем про санкцию про политику про экономику но фотографии к этой новости на нем магнусом но ребята вы хоть посмотрите кто как мазепина погуглить как он выглядел чем чусь магнус вот его и тошнило все выходные я только смотрю чего вообще происходит да не ну видимо посмотрели что форма форма хасовская как бы лицо не шумахера значит это мазепин да хорошо хорошо штайнера не прикрутили туда но это блин я каждый раз когда об этом начинаю разговаривать я все время расстраиваюсь потому что профессионализма ощущение что вообще нигде знаешь не осталось всем начихать и то есть понятно что это не твоя там до стези они твоя тематика там и тем просто ты увидел как бы что-то громкое тебе хочется об этом естественно подплести не основывая блин ребят вы если пишете но вы хотя бы посмотрите да ну то есть вот на эту новость потратить надо было минут пять мне кажется гугли не посмотреть мазепина вообще как как он выглядит вообще в принципе как выглядит но гонщик опять же новость про дмитрия мазепина почему выгонь почему вы там пытались условного никиту запихать туда но погулять как вы дмитрий мазепина это вообще дяденька в возрасте уже как бы ну они выглядят могу конечно бородатый такой мир на одинаково да и они выглядят как эти помнишь из гарри поттера чуваки время с ними сравнивают новую как у на м к маг 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 мы еще не дочитали мы только начали я не читал я смотрел но я тоже вот а сейчас вот с дочкой читаем спасибо благодарна благородным слушателям подкаста теперь у меня есть половина собрания сочинений но это не было принесенные до дедом морозом в дар поэтому это очень круто ну чего как тебе австралия который так много говорили но так долго ждали кто-то вообще ни разу не как представишь есть люди которые такие а чё за трасса вообще чё за фигня есть куча целое поколение людей как для которых с этой трассы всегда начинался чемпионат то есть это прям вот это вот но для тебя хорошо ты днем смотрел а для там типа европейской части россии это как бы из серии там типа сезон формула-1 ура сейчас я уснул обратно вот и вот и то есть какое-то вот ощущение праздника всегда гонки не всегда там были интересными не всегда однозначными но это всегда было действительно вот это ощущение праздника что вот наконец-то наступил сезон формулы-1 наконец-то мы посмотрим наши любимые гонщики гоночки плюс вот это да вот ожидание первой гонки когда ты нихрена не понимаешь ну что будет да ты же там чуть-чуть может тесты поспорел а до этого теста и вообще никакие не показывали то есть ты ты у тебя чистый лист то есть вот ты все время угадываешь а кто же теперь будет крутым кто же поедет быстрее там кого будет лучше машина вот и для нас все таки вот ну для таких чуваков мне кажется для тех кто давно следит за формула-1 это вот именно такое какое-то отношение к австралии более лояльная потому что это какой-то вот кусочек чудо такого названием начала сезона а есть же люди австралии австралия борется сейчас за право я конечно сомневаюсь никто получится но все-таки что опять с них сезон начинался там слух такой ходит что ребята вот мы хотим открывать этот весь движняк на самом деле да слушай вообще на самом деле вот за эти все к видные пандемийные времена я от австралии реально отвык вот то есть я превью то я посмотрел потом так как бы вообще на человек тренировки такой а ну да вот все виды привычные вот как-то ну там до пара поворот сменилась но в целом как бы альберт парк озеро трибуны вот это вот пальмы растут там и так далее ну вот привычная картинка такая такая очень милая сердце и замечательная мне кстати понравилась обновленная версия трассы она 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 не стала хуже она более гоночная прям стала наборе в грамм да вот это шиканно сраная которую брали на бесячая была в нее даже в симуляторе все время блин не хотелось попадать никогда она просто вот нахрен я просто ездить не умеешь счастье стало проще ну возможно 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 конечно нет по австралии честно скучал и очень прикольно было смотрите практике ну конечно там полглаза но как-то смотрел если сразу так перейдем гонки то гонка классная она да не такая как не такой экшен как первый гран-при там ничего на заднем фоне не взрывалась не дымилась не горела но и квалификация кайфовая и гонка хорошая была на самом деле то есть вообще никаких претензий это нету как трассе как к гоночному уикенду я даже не знаю что начать вообще ну с квалификации можем начать заметил кстати что ощущение что стали немного по-другому снимать я к чему да то есть мы знаем что что и в принципе в принципе формула-1 то есть ну мы знаем что альберт парк это как бы он находится просто практически середине города то есть это дороге почему пользование в принципе полугородская трасса мама того что это да но она в принципе можно сказать что почти целиком городской вот но как-то все время так снимали и как-то вот так было было как-то вот всегда такая картинка что у тебя казалось что это ну то то есть ты ты знал эти истории про то что это в принципе какие-то дороги по ним на машинах можно ездить но ты все равно видел это как одну какую-то трассу каких-то домов поблизости видно не было даже озеро это не всегда там целиком как-то показывали вокруг которого все происходит. А сейчас, я уж не знаю, то ли потому, что действительно стали очень много показывать всяких разных видов там, или потому что появилось очень много именно городских трасс. Очень часто вот с вертолета были съемки, когда прям огромный кусок города показывали трасса где-то буквально сбоку. И то есть ты прям видел, насколько близко действительно дома. То есть вот я пытался вспомнить, может, конечно, просто действительно забылось там за последние два года, но мне кажется, что раньше вот так вот не показывали. То есть что там такие высокие... То есть я думал, что знаешь, типа ну там вот парк, там какой-то частный сектор может где-то, еще что-то. Но когда ты видишь, что рядом практически там высотные дома какие-то стоят там с большим количеством этажей, да, не небоскребы конечно, но какие-то вот такие. Ну достаточно высокие дома, я понимаю. Слушай, может быть, я не замечал, если честно. Я прям не помню, чтобы вот так вот показывали. Для меня прям открытием было, насколько близко все вот это. То есть я такой, вау, ничего себе. Ну я так понимаю, в принципе, то есть это же какой-то городской парк. Ну то есть там парк отдыха условно какой-то, да? То есть может быть ты прав. Я сейчас тоже сижу, так вспоминаю, как картинки из трансляции там, что показывалось, там какие-то перекрестки, машинки какие-то ездят. Ну ты мечтал, что именно дальних планов стало больше. Да-да-да-да. То есть ты прямо начинаешь понимать вот инфраструктуру вокруг еще какую-то. Возможно, реально вот это вот и Drive to Survive и в принципе какая-то работа, наверное, то есть вот совсем этот медиа Формула 1, возможно, приводит к тому, что нам какие-то стали виды другие показывать. Как-то стали больше показывать там я не знаю, какую-то инфраструктуру, город, там какие-то пейзажи, виды. Потому что даже ту же джиду возьми. Ну красиво, если брать картинку, то есть и небоскребов, и вот этого там кольца обозрения, и фейерверков, и как все это переливается вокруг там тоже озера. Внутри же трассы есть и тоже оно все переливается, светится. Классно же, классно. Поэтому здесь, может быть, ну тоже как-то решили вот показать все-таки город немного, почему нет называется. По картинке да, претензий вообще никаких нет. Ну и все-таки, конечно, опять же, что есть камера в шлеме, это прикольно. Ничего не понятно, но очень красиво. Там, когда показывали старт Алонс, да, мы тоже очень редко видим эти кадры. Сколько много внимания, сколько много работы, да, то есть тебе нужно, во-первых, концентрацию максимально иметь, потому что ты едешь вперед на очень быстрые штуки, которые очень быстро разгоняются, и ты не один на трассе. Хотя некоторые пилоты считают, что один. Вот. Но как часто он мотал головой, как он постоянно менял, то есть он следил за всеми зеркалами, это, конечно, просто, ну то есть вот максимальное количество оборотов головы в секунду, как мне показалось. Это прям, ну это очень классно, я всегда любил смотреть анборды, а сейчас, когда вот такие штуки еще показывают, ты прям вообще, у тебя внутри что-то аж оживает, и такой, блин, 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 ты прям очень сильно ощущаешь, как это все происходит. Это очень классно. Так что, да, камеру хорошую придумали, единственное, что, ну да, может не самое удобное расположение, то есть когда-то там, то есть нет ощущения, что прям-прямо с глаз, вот, но тем не менее, мне она нравится. Это клевая камера, и да, вот это не, это такой чистый экшен, это вот именно не ради какой-то красивой картинка там в 4К, а именно вот, чтобы показать вот так, как оно по сути плюс-минус есть. Что там у нас? Про квалификацию ты хотел сказать? Про квалификацию, да. А что про нее рассказывать? Была и была. Сейчас такое, да, надо что-то рассказать про квалификацию, а что рассказать? Нет, ну, в целом, как бы, по квалификации неожиданных моментов-то хватало. Там, в принципе, был и Норрис высоко залезший. И что у нас там еще было-то? В принципе, на этой трассе стали неплохо смотреться... Макларен в целом, да. То есть там Норрис был 4-й. Макларен и Мерседес, и то есть... Рикьяр. Кстати, вот интересно, это мотор или все-таки как-то трасса чуть больше подходит вот именно по шасси? Да-да-да, нет, это, конечно, второй вариант. Видишь, то, что я уже говорил, что здесь практически, ну, можно сказать, нету медленных поворотов вообще. У Макларена большие проблемы в медленных поворотах. То есть им просто... То есть, условно говоря, они повернуть туда не могут, они очень много времени тратят. И сейчас очень часто было за начало сезона, когда, по сути, что-то могло проигрываться реально в одном повороте. То есть ты вроде плюс-минус в темпе каком-то едешь, потом фигак, у тебя там 4 десятки за один поворот. Но это же ненормально абсолютно. Вот. И, конечно, вот борьба с этим в основном ведется, да. Плюс, опять-таки, да, ну, типа, мотор чуть хуже, и вот это все в сумме дает тебе, там, какие-то большие отставания. Здесь была достаточно скоростная трасса, широкая, опять-таки, да, то есть тебя, как бы, даже если ты чуть-чуть, там, у тебя недостаточная поворачиваемость, но все равно ты, как бы, чуть шире выходишь, и, ну, можно немножко больше машину распускать, условно говоря. И меньше теряешь, короче, в любом случае, чем в каком-то затыке, из которого тебе просто тупо, ну, не выехать, тебе туда совсем надо медленно заезжать. Вот. И, видимо, как-то с этим связано, но что Мерседес, что вот Макларен, и они как-то, да, вот именно здесь у них все было плюс-минус хорошо. При этом мы, да, видим, что по почистой скорости, наоборот, стали проигрывать чуваки, которые едут на Феррари. Можно их назвать такие маленькие сателлиты и Феррари какие-то, да, там, и клиентские двигатели. При этом сама Феррари чувствует себя просто превосходно. Это просто, ну, это действительно уже можно говорить, что без преувеличения это действительно сейчас лучшая машина в Пелетоне. Я все-таки хотел поспорить, что, ну, не факт, что у них лучше двигатель, но когда я в этот раз видел, ну, тут, конечно, были проблемы с Red Bull, все-таки с работой с резиной, и, может быть, из-за этого не было каких-то, тоже, максимальных скоростей, трясти начиналось слишком сильно, вот. Но при этом мы видели, как Leclerc реально, ну, можно сказать, в полгаза ехал в какой-то момент, то есть он оторвался на комфортное расстояние, такой, да и пофигу, что мотор-то насиловать, как бы. Но вот это отдельно интересная история про двигатели, да, и опять-таки, сейчас, да, сейчас тоже про это поговорим. Про квалификацию сейчас буквально тут ладно, пару стов еще уже закину. Я даже не знаю, кого назвать главным несчастливчиком. Ну, не дальше никакая грубость чересчур. В общем, кому не повезло-то больше всего. Я вот даже не знаю, это Сайнц, это Латифи со Стролом, или это вообще Албан, который, кстати, квалифицировался по итогу 16-м, и мог, в принципе, наверное, вот при той стратегии, на которую он поехал, мог еще и выше, наверное, какой-нибудь заехать даже, то есть не прорвался в этом с 20-го места. Вот. Ну, про канадцев я не знаю. Тут уже, в принципе, все посмотрят. Теренс и Филипп вот эти... Да просто это... Ну, я честно, то есть... Чего ждал Строл? То ли, он реально его, опять же, не видел. Или думал, что Латифи слева будет его обгонять, он вправо перестроился, сдвинулся, потому что Латифи будет, да, у меня-то вопрос к обоим, потому что дали штраф только Стролу, но при этом... У меня к Латифи мне вопрос тоже есть, да. Я что-то хотел сказать, что, то есть... Блин, чувак, ну... Ну, ты смотри, ну, тоже надо как-то, то есть, ну, понимать, куда ты едешь обгонять, то есть, объезжать и так далее. Да, при том, что он вначале пропустил. Вот это, как бы, самый главный вопрос. То есть, он прижался, он там что-то в этот момент менял, какие-то настройки что-то делал, там, не знаю, СМС-ку отправлял кому-то, и потом вдруг такое, типа, начал разгоняться, Строл почему-то решил притормозить, потому что, видимо, подумал, что всё равно его пропустили, и сейчас он будет готовиться к кругу. А тот почему-то решил тоже на газ нажать. Ну, а Строл, как мы знаем, в зеркала вообще никогда не смотрит. А Строл парень простой? Да, зачем, типа, ну... В общем, короче, мне кажется, просто что-то глобальное недопонимание. Были бы поворотники на Формуле-1, он бы их тоже не включал, потому что, ну, как бы, нахрен оно надо. Есть реально целая подборка... Думаешь, у него BMW? Мне кажется, что да. Он просто канадец, я понял. Теперь шутки про поворотники для двух человек. Потому что, знаешь, вот, типа, есть даже целая, я говорю, подборка, я не помню, как она называется, но она прям вот именно относится к тому, что... На Ютубе можно найти. Относится к тому, что, типа, сколько аварий у Ирлэнса Строла за всю его гоночную историю, и одинаковых вот этих вот, когда он тупо поворачивает условно там на апекс поворота, а когда у него внутри машина там. Вот, и это постоянно, типа, и оно вообще не лечится, походу. Может, за это и дали, конечно, штрафы. У Строла осталось 4 штрафных балла, а он там за одну гонку иногда набирает. А когда у него сгорают штрафы? Если честно, не смотрел, но вот сейчас осталось всего 4. Но, блин, у него... А мне кажется, они у него целый год обновляются по кругу, поэтому она не сгорит никогда. То есть еще чуть-чуть, и все. И Халк такой, ну нормально, продлеваем, продлеваем списочек езды без подиумов легко. Вот, прикинь, Халк и Феттель в одной команде. Такая будет интересная. Дойче Тим. Но, короче, как бы не смешно было, и какой бы идиотический поступок со стороны Строла в очередной раз не был показан, но к Албану у меня... Ой, господи, к Клатифи. К Клатифи у меня тоже большое количество вопросов. Типа, это что был-то, чувак? Типа, ну вот... Короче, никто ничего не понял, если честно. Просто вот... Просто... Просто вселенная схлопнулась вот в отдельность этой точки. С Албаном, да. Два канадца протянулись друг к другу и пошло-поехало. А при этом оттянули у Албана топливо куда-то, видимо. Попилили между собой, на эти и бухали. Вот. Поэтому чего-то как-то... Да, действительно, неизвестно кому-то. Но я давно не видел, чтобы в квалификации кто-то топливо просчитывал. То есть... Давай жахнем на пустых баках. Давай. Видишь, как в игре. Можно же поставить, типа, там, условно, когда вот в Симе едешь, чтобы хороший круг показать, делаешь буквально... У вас это Корси, да. Поставил себе там 2-3 литра. Чтоб тебе ровно на него хватило, черту пересек, и все. В боксы же можно доезжать, там же в боксы можно по кнопке вернуться. Вот. А здесь, видимо, то же самое пытались сделать, но не получилось. Получили штраф и стартовали двадцатыми. Ну да, и третий, как ты правильно обозначил, это, конечно, Карл Сайнц. И вот это вообще какое-то безумие просто происходило с ним весь уикенд. Не знаю, мне реально... Я уже, знаешь, в теорию загоров начал верить из серии, что, типа, чувака специально накручивают, чтобы знал свое место, как бы и не выпендривался уже. Потому что... Ну, надо смотреть эти гонки сезона. Да как бы, а что? Сразу надо. Сразу надо показать. Не надо нам тут борьбы. Я не знаю. Я никогда не верю в теорию загоров. Заговор. Заговоров. Все, уже сам заговорился. Это пицца в тебе разговаривает сейчас. Скорее всего. Хорошая была. Вот. В чем про Сайнцы, я не знаю, если честно. Про теорию загоров. Опять же, говорю, я пока не верю. И как-то, мне кажется, это странновато. Тем более, что надо, как бы, кубы конструкторов тоже есть. И надо там очки собирать-то, между прочим. А Феррари всегда любила конструкторские все эти зачеты. Поэтому, ну, нахрена ему сейчас сливать? Ну, так можно ехать первым, вторым, сказать, пропустить Элеклера, как бы, и вдвоем приезжать. Нафига его совсем нужно так ронять? Поэтому нет. Мне кажется, это просто какое-то тотальное невезение. то трафики, то что-то с резиной, то еще какая-то фигня. Честно говоря, вот я смотрел гонку, то есть в прямом эфире, ну, у меня вокруг бегло дитё, и я поэтому смотрел ее, ну, не всегда внимательно. Как он мудрился вылететь, я вообще... То есть он просто на паре Элеклера занесло, и все? Нет, нет, я тебе могу все рассказать с самого начала, с квалификации. Ну, давай, давай. Во-первых, да, может быть, кто-то действительно до сих пор еще не знает, что произошло в квалификации. Ну, во-первых, он выехал на свой быстрый круг, это был неплохой круг, но в этот момент разложился Алонсо, и при том, что Санецу реально не хватало там каких-то вот просто... Несколько метров, помню, там очень близко, да, но при этом красный флаг уже есть, причем как бы с планов, с телевизионных не было видно, машут ли спереди, но как бы в этот момент сзади уже было видно, что появились маршалы, плюс, естественно, мы знаем, что появляется табло сейчас электронное, да, и они даже как бы вроде как первостепеннее, поэтому вот оно загорелось, не увидел, ну, извини, как бы табло горело. И ему как бы этот аннулировали, хотя вот это тоже очень странно, то есть... Вот я хотел сказать, да, ну, ладно, кто едет сзади Алонсо, ну, условно, по трассе, ну, тут как бы вопросов никаких нету, понятно, машина стоит на трассе, в гравии и так далее, но тут человек уже круг доехал, он никакого отношения к тому, что происходит на первом-втором секторе вообще не имеет. В зоне, где опасности, он как бы проезжал с высокой скоростью, потому что там еще не было опасности, как бы, и, то есть, почему ему не дают закончить круг, не очень понятно, ну, как бы красный флаг, все, отмена, отмена, как бы соревнований, да, остановка времени, ну, как бы, все работает на автоматизме, в общем, вот эта ерунда с кругом, потом, значит, у всех финальная попытка, все сразу же там начинают нервничать, пытаться бросаться там и проехать как можно быстрее, а у Сайнца в этот момент двигатель не заводится, они там что-то мучились, то ли со стартером, то ли с чем-то, в общем, не получалось запустить машину, в итоге запустили как-то вот там через пень-колоду, она, ну, все, время-то упущено, нужно валить сразу, и он как бы толком не успевает прогреть резину, и, соответственно, никакое время показать не может, стартует девятый, девятый же он был, по-моему, да, девятый, 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 вот, а что случилось в гонке, соответственно, что они придумывают, они придумывают, что нужно поставить хард, и мало кто тогда догадывался, как специалисты диванные, что на харде можно всю гонку проехать, и это будет единственная резина правильная сейчас для соревнований, она нам дает, что на первых кругах она вообще не держится за асфальт, вообще ноль, просто ноль, она не встает в рабочий диапазон, ее надо греть, мне кажется, круга 3-4 минимум, вот, а потом она, просто ты на ней гоняешься, с ней ничего не происходит, ты просто как сатана на ней можешь ездить, и Албан последние круги ехал чуть ли не в квалификационном темпе, то есть, это офигенная резина, на которой нужно гоняться, как бы, вот, единственное, что вот, ну, она почти до конца доехала, но окей, как бы, сделайте обязательно один пидстоп, и все, как бы, и... Ну, он так и сделал. И гоняйтесь, да, вот, я не могу понять эту теорию, меня же там немножко закидали шапками, что типа, это будет херня, мы уже и видели гонки без пидстопов на одном комплекте резине, это неинтересно, я, я не хочу, чтобы вся, чтобы вся дистанция ехала на одном, я хочу, чтобы резина долго работала, и никто не знал, насколько долго, то есть, не факт, что она бы там на 58-м у него не взорвалась, например, ну, на самом деле, Албан и Вильямс тоже не знают, почему с Харта так получилось, то есть, там это, реально все въехали в пня, и Йос Капита, и Албан сам говорит, я не знаю, почему это получилось, то есть, почему у нас машина работала именно так, то есть, это не то, что мы там так настроили, не то, что мы там так подгадали, стратег типа, Вильямс вообще сказал, что мы должны закончить это 18-19, то есть, вот как бы все так, модуляция, симуляция, на компьютере просчитано было, что мы приезжаем на 19-18 место, ну, как бы при случае, что и доезжают все, ну, то есть, естественно, 10-е место удивило всех. Больше всего охренели в Астон-Мартине, мне кажется. Ну, да. Так вот, и, соответственно, то, с чего начал, не работает резина на первых кругах, ну, то есть, конечно, ехать можно, но какие-то, какой-то фантастики от нее ожидать, ну, не следует совсем, а Карлос просто с большим перебором скорости, то есть, это было видно прям вот, ну, с анборда-то уж точно, что как-то очень оптимистично он заезжает в поворот, плюс еще получается, что с внешней стороны, потому что внутри там, как бы была еще машина, может быть, хорошо прогретый там софт условный, или даже медиум, он бы сдюжил, но Харт сказал, чувак, ну, ты че, я кусок пластмассы, я не хочу держаться за этот прекрасный абразивный асфальт, поехали косить траву по полям, и, собственно, все, то есть, это реально недостаток держака, при небольшом переборе скорости, и все, а дальше уже как бы на такой скорости ничего сделать не может, то есть, еще повезло дико, что никто ни в кого не врезался, там Джоу хорошо от него вернулся, да, там перед Джоу он там проскочил, вот, там, по-моему, еще мелкий шумахер что-то там тоже говорил, что жесть какая, что происходит, вот, и остался, собственно, в Гравии, но, как бы, старый добрый Гравий, все мы знаем, как все, кто действительно тоже там давно смотрит, почему тоже раньше было немножечко интереснее смотреть, потому что цена ошибки была, как бы, велика, то есть, когда начинали бороться люди, когда начинали пытаться ехать на ушах, чуть-чуть ты переборщил, все, вылетел, и очень часто заканчивался именно так, то есть, машина целая, пилот целый, но выехать невозможно, потому что машина просто садится на брюхо, плюс, если ты чуть-чуть еще перегазовал, она моментально взрывается, то есть, она сама себя закапывает, она просто проворачивает колеса, и на это, на свое днище садится окончательно просто, и все, ты можешь, у тебя две ямки сзади, как бы, и ты спокойненько просто эти колесики крутишь, раскидываешь камушки по сторонам, но никто никуда не едет, а сторонняя помощь, как мы знаем, запрещена. А Санец, кстати, пытался что-то еще маршала махать, типа, что давайте, ребят, подтолкните, тут фигня делов. Они такие, извини, ты не Михаэль Шумахер, хоть и в красной машине, и ты, конечно, даже, даже и не Льюис Кейн, Хэмильтон, да и мы не китайцы, поэтому, как бы, ну, что же мы будем тут, вот, поэтому, короче, это такое, знаешь, не то, что это ошибка, это скорее такая вот, самонадеянность, как это правильно сказать, я даже не знаю, ну, он понимал, что ему там делать нечего, что у него машина, ну, позволяет ехать быстрее, конечно, ему хотелось как можно быстрее прорваться вперед, и вот эта самонадеянность, она как-то вот, сыграла эту злую шутку, потому что, видимо, в какой-то момент он слишком поверил в Харт, Харт в него не верил совсем, вот, и, собственно, все, два круга, до свидания, и поэтому, просто, я не знаю, вот, хорошо, что сейчас две недели между гонками, то есть, чувака будет время отдохнуть, как-то подумать, как-то остыть, как-то перенаправить правильную энергию и попробовать показать хороший темп, потому что мы видим, что он может его показывать, но в сухом остатке у нас Леклер безоговорочный лидер Феррари, и безошибочно абсолютно, то есть, пока, по крайней мере, пока Баку нету, пока в стену не уехал, пока дураком себя не назвал, будет ехать хорошо. На этом у нас квалификация, так понимаю, все, да? Здесь наши полномочия все. Не, ну, на самом деле, да, потому что квалификация... Не, ну, Алонсо, Алонсо еще... Алонсо, конечно, феерил. По итогам двух секторов это был, конечно, какой-то вундеркруг, я даже не знаю, что бы там было в итоге. Слушай, ну, например, тот же самый Red Bull очень много сливал в 13-м повороте в предпоследнем. То есть, прикинь, они... Сливал кому? Ну, тем же самым Феррари, например. То есть, вот прикинь, они вот весь круг они выдают плюс-минус одинаковый, то есть, там очень близкие времена и в 13-м повороте Red Bull очень много сливал. Вот просто все, вот один поворот. То, что я там до этого тоже говорил, да, что вот все может решиться в одном повороте. Поэтому не факт, что Алонсо бы этот чудесный круг довез вот настолько крутым, что стартовал-то там одним из первых. Но, тем не менее, круг был очень хороший. не, но стартовал бы явно, ну, ну, в первые, там, не знаю, первые, мне кажется, восьмерки. Но не из стены явно, да. Ну, в общем, да, то, что, конечно, обидно с гидравликой, какие-то, какая-то карма, не карма, я даже не знаю, как ее называть. Ну, в общем, ну, ну, вот так случается. По поводу гонки, да и, в принципе, вообще, в целом, по обсуждению гоночного, ну, у Хонды, как мне кажется, большие-большие проблемы. Потому что за три гонки сколько они потеряли же моторов? Пять? Ну, пять сходов было. Этот самый, Цунода получил третий, сейчас, вот, на Австралию уже. Третий мотор на третью гонку. У Гасли стоит второй. Один сгоревший был. Да, 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 да. У Макса сейчас, по-моему, топливо там где-то текло, еще что-то было, то есть у них какая-то, причем реально, вот, уже очень много слухов о том, что он чуть ли не перед гонкой знал, что, скорее всего, не доедет. Ну, я не знаю, опять же, насчет слухов-те слухов, но как только Макс начинал выдавать быстрый, вот, получается, удаст своего схода, два круга он проехал быстрее реклера. То есть он прям догонял, лучшие круги, и, я не знаю, может, совпадение, конечно. Но то есть как только начинают из Хонды выжимать все, что можно, Хонда не едет. Почему, в принципе, такое отставание у Переса-то получилось? То есть потому что он, я так понимаю, что просто не даю как мог, как Макс даю, мне кажется, вот до своего схода. Ну, у них еще очень сильно гранулировалась резина, они с этим боролись весь уикенд, вот весь. Им вообще было не настроить машину. Они уже там начали доходить до того, что они начинали очень сильно зажимать перед, очень разжимать зад. Короче, у них, ну, им, у них не получалось нормально ехать. То есть, условно говоря, как ты чуть сильнее начинаешь ехать, у тебя просто не пойми, что с машиной происходит. У тебя резина просто в какую-то ерунду превращается. В этом еще было очень много проблем. То есть не только двигатель, а по поводу двигателей, то, что ты, наверное, хочешь сказать, что вот, видимо, с ними какая-то совсем беда, да? Но у меня есть такое, знаешь, как бы... Ну, не то, что беда, но, то есть, у меня есть реальное опасение, что, ну, очень скоро-то начнутся штрафы за двигателя уже. Но смотри... Ну, это прям вообще очень на грани. Ну, здесь-то да, и мы, конечно, там кто-то может переживать за то, что вот там Макс не сможет там титул защитить, и вообще, что будет с Рэдбулом дальше. Тут прикол в чём? У нас сейчас заморозка. У нас заморозка двигателей до 26-го года, и дорабатывать их, то есть, работать с их мощностью, мы не можем. Но, как ты помнишь, правила гласили, что вы можете вносить изменения в конструкцию двигателя, если вы... Если это касается безопасности. Вот. И что мы получаем? Например, мы имеем сейчас очень надёжный, хороший двигатель от Феррари, вот с той мощностью, которая у него есть, и которая на этой мощности неплохо едет, как бы. то есть, они, конечно, на максимум еще пока не используют, я так понимаю, ну, не всегда. Но, тем не менее, вот они, в принципе, уже, вот у них есть какой-то пик мощности, и, в принципе, есть какая-то надёжность. Но, если верить там своим глазам периодически, то кажется, что у Хонды очень мощный мотор, но при этом ненадёжный. Но при этом они могут говорить, что нам вот это и вот это бы поменять, потому что это может там вот, не знаю, топливо потекло. Почему потекло топливо? Всё, аж загореться может. Это безопасность? Безопасность. Значит, мы сейчас туда полезем и спокойно что-то там изменим, поменяем, настроим. То есть, по моим таким вот внутренним ощущениям, это в том числе игра на то, чтобы, ну, вот этот свой, ну, не то что игра, да, ну, так уж получилось, но зато они, вот этот свой очень мощный двигатель, сейчас смогут с настройками, с какими-то изменениями, ссылаясь на безопасность, довести до совершенства, и тогда, конечно, у Рэдбула будет очень мощное оружие, как бы, которое будет позволять им бороться с Феррари, потому что с Феррари будет очень тяжело сейчас бороться, с Феррари действительно сделали какую-то просто, вот, мы видели разные трассы, и мы видим, что она, в принципе, везде очень быстрая, то есть, она прям универсальная машина такая, немного настройщик, и она хорошо работает. Ну, пока про универсальность говорить рано еще, если честно, потому что все-таки, ну, Австралия и все, что было там, в Саудовской Аравии, и в Бахрейн, ну, конечно, трассы разные, но, тем не менее, они более-менее скоростные. Но, опять-таки, понимаешь, что в Бахрейне есть прям вообще такие затыки совсем, что, что в Саудовской Аравии были такие повороты, где, ну, там, как бы, там просто шпильки, конечно, но все равно. А здесь была практически чистая скорость. посмотрим. Нет, скорее всего, да, скорее всего, ты прав. То есть, реально получилась какая-то машина, сбалансированная, хорошая, надежная, ну, надежная на данном этапе чемпионата, возможно, там где-то через 3-4 гонки, может, начнет все сыпаться, отваливаться и так далее. Конечно, не хотелось бы. А Red Bull к этому времени будет уже во всеоружии, условно говоря. Ну, видишь, опять же, всеоружие, то есть, мотор починит, а что делать вот с балансом, с грануляцией резины, вот с тем, что невозможно машину настроить, приходится там. Это другой вопрос. в общем, нет, я к тому, что сезон продолжает радовать, у всех есть проблемы, ну, пока что у Ferrari только нету, одной. Вот, а так, конечно, классно, конечно, интересно. Мерседесы очень порадовали, и ты такой, во, во, вот этот вот выстрел из рогатки на старте от Хэмилтона, который такой вообще, вот, ни секундочки никакого там, ни промедления каких-то машин. даже Хельмут Марка похвалил. Нет, это был просто супер, это прям супер вообще было. Это такое вот, это, это то, что достойно действительно семикратного чемпиона мира, то есть, идеальный старт, куда нужно, как нужно. пока машина позволяла бороться, он боролся, ну, с тем же Пересом, сколько мог продержать его, столько продержал. Понятно, что Red Bull в данной конфигурации, каким бы он ни был там, возможно, спорным по настройке и по мотору, но он быстрее. Вот. Ну и в целом, как бы, да, мне кажется, Mercedes выжили, мне кажется, все, что вообще можно из ситуации, то есть, по факту, из-за сошедшего Сайнца и Ферстаппина. То есть, треть, четвертый, мне кажется, это прям, я не знаю, блестяще. Так, более того, я, то, о чем я как-то не упомянул в обзоре, что Джордж Рассел на второй строчке личного зачета сейчас. Да, да, то есть, при этом, он на подиум приехал первый раз в этом, в этом, в своей карьере в этом сезоне в целом. Но, да, вот за счет схода Сайнца, и за счет, такой, ну, скажем, плюс-минус стабильности Джорджа, вот выходит такая ситуация. И реально, опять же, опять же, у Макса уже два схода в трех гонках. То есть, ну, вот она, опять же, та же Хонда, да, там те же проблемы. У тебя может быть очень быстрая машина, но... Причем, Макс же и в Бахрейне вторым ехал, и сейчас вторым. То есть, он потерял в общей сумме 40 очков, получается. 36. А, по 18 же, да, это я, это самое... Ну, короче, я к тому, что отставание-то не такое уж большое было бы. Отставание было небольшое, но сейчас у Макса... Очков 10, наверное, была бы разница Макса. Но сейчас у Макса 25 на 71 против Шарля. То есть, 46 очков. То есть, это две победы. правильно, 36 он про... Да, 10 ровно и было бы. То есть, было бы всего лишь ровно 10 очков. А что такое? Мы помним, да, как в прошлом сезоне. Помнишь, в начале качели были в одну сторону, потом началось... Причем там очень какие-то цифры тоже уже сумасшедшие начинали происходить, когда там за раз отыгрывалось очень много очков. Так что, то есть... А что такое 10? Ну, блин, 10 было бы. То есть, какая бы напряженная была борьба. да что, это первое и третье место разница? Да. Вот тебе 10 очков. А сейчас, да, сейчас интересно. Сейчас, сейчас Льюис выше Макса в чемпионате. Понятно, что, опять же, это скорее всего ненадолго и так далее. Но вот сейчас, именно глядя сейчас личный зачет, ты смотришь на все эти цифры и думаешь, а что вообще происходит? Вот так вот, если ты, если откинуть, что ты не смотришь гонки, что ты не смотрел три гран-при, тебе просто показать личный зачет, ты скажешь, чё? Ну, это же, что произошло? Почему? Где я проснулся? В каком году? Причем, ладно, Бадан, да, весь Red Bull где-то вдалеке был, а тут ты видишь, у Ча вроде... А тут Перес четвертый. Да, у него вроде все нормально, а что с Максом? Что случилось с чемпионом? А что мы не едем никуда? А что, мы выдохлись? А что, нужно было как Росберг сразу уходить, сказать, я потратил всю свою жизненную энергию, весь свой дзем. Лучшие годы на вас. Вот, да, и у меня уже теперь вообще ничего, я ушел. Буду блоги на YouTube снимать, вот, счастливая жизнь. Короче, да, это очень интересно, я думаю, что, блин, вот, помнишь, как мы радовались прошлому сезону из серии, что, блин, нифига себе, каждую гонку происходило какое-то безумие, просто одна краша другой, а сейчас я даже боюсь загадывать, потому что, вот, в любой же момент может опять-таки все перевернуться, потому что никто действительно, ни в чем до конца не уверен. Абсолютно запросто. С точки зрения той же самой надежности, вот. Да, авария малейшая, малейшая какая-то, вот, просто, где-нибудь, не знаю, Леклер там ткнулся крылом, и все, как бы, ну, там, гравий зацепил, развернул, застрял и так далее. Вот там, считай, минус там 25-26 очков, ну, с учетом первого места и там лучшего круга, да? Поэтому сезон длиннющий, я даже не знаю, честно, что будет дальше, кто он будет там дальше разгонять и так далее, но выглядит, конечно, пока что очень все это прикольно, и даже сейчас, опять же, казалось бы, где Мерседес? с нынешним темпом, с нынешним мотором, с нынешним шасси, а в Кубке Конструкторов второе место. Впереди Рэдбулла того же, на 10 очков опережает. Весь мир, да, там сидит, во, все, Мерседес провалились, у них самая ужасная машина, она не едет, концепция без боковых понтонов, гаванло. так, конечно, не едет, как раньше ехала, но пока что они собирают все, что могут, то есть, как бы, есть какие-то шансы, в смысле, к тому, что молодцы, то есть, если кто-то там ломается, сходит, вылетает и так далее, ну, подбирает, что могут, ну, как бы, да, минимизация потерь, все нормально, так, так, так дело и делается. Ну, это, блин, это вот, и тут ты понимаешь, что значит по-настоящему, да, сколько раз мы говорили, по-настоящему чемпионская команда, когда ты совершенно не опускаешь руки, когда постоянно видно, что ведется работа, когда видно, что пилоты тоже стараются, и не просто так, они здесь, а было бы, конечно, интересно сейчас посмотреть на Вальтере Боттеса в этой команде, но ничего страшного, Джош Рассел тоже, как бы, неплох, и показывает, что в принципе, да, вот уже по истечению этих трех гонок, но он немедленнее Хамильдсона, ну, нет такого, что он прям ему там на голову хуже едет, и это, как бы, круто, а возвращаясь к Боттесу, сейчас просто раз, это самое, тоже, да, вот у нас появился Джоу, и много было тоже скептиков, и я, в том числе, не очень там, да, думал, что, ну, как бы, очередной бизнес-проект, но Джоу не едет хуже Боттеса. Ну, как бы, в очках, конечно, это, ну, ну, ты же понимаешь, что тоже такое стечение обстоятельств, такое, знаешь, тут повезло, повезло с там, с Эфтикаром не повезло, заехал на Пит и не заехал, он 10-11-11, он стабильно приезжает на вот эти места там, около очковые. Ну, то есть, без провалов, без каких-то откровенных, то есть, как бы, стартует, да, квалификации пока не самым лучшим образом проходят, но в целом, ну, опять же, пилот он слишком плотный, и поэтому здесь, ну, понятно, сложновато бывает, опять же, без какого-то опыта Формули 1, но в целом, да, то есть, я, честно, я прям радуюсь, думаю, как бы, да, здорово, конечно, еще очки понабирать там, так, чтобы все по комфортнее чувствовать. Сколько Боттеса за плечами сезонов, да, и вот тут пришел, а при этом, мы помним, что в Формуле 2 он провел очень много сезонов, мы помним, что он в прошлом году не выиграл Формулу 2, и мы такие, блин, ну, то есть, не всегда... Ну, он просто набрал очки в суперлицензию, баллы, и все. И не всегда значит, что... Три сезона он в двушке прокатался, по-моему. И не всегда, понимаешь, значит, что те, кто там выигрывают младшие серии, они прямо исключительно должны быть талантами. Таланты там как бы и пониже есть. Просто они ездят, не в тех командах. Так, блин, нет, вот вспомни, опять же, бывали же ситуации, когда был талант, просто какой-то там вообще бриллиант, в трешке, в двушке, человек приходил в Формуле 1 и ничего сделать не мог. В связи с тем, что ситуации, ну, бывает, ну, вообще разные абсолютно. То есть, если там человек блистал в двушке, не значит, он поедет в однешке. Ну, и наоборот, собственно говоря. Просто в младших сериях очень важно абсолютно... Ну, в Формуле 1, конечно, тоже, но там еще больше, то в какой команде ты едешь. При том, что ты там даже... То есть, если в Формуле 1 ты, скажем так, уже тоже едешь в очень хорошей команде, но у тебя все-таки своего скилла не сильно хватает, ты не будешь показывать, ты не станешь чемпионом. Вот. А потому что в соседней машине будет сидеть чувак, который станет, если у вас лучшая машина, то все-таки в младших формулах есть такая тема, что не обязательно быть действительно талантом, чтобы выиграть, например, чемпионат. Вот, ну, как бы, типа, не обязательно. Или там приехать, там в призовой тройке, но очень-очень важна машина, очень важна команда. Короче, бабло, типа, там очень сильно побеждает зло. Или добро, я даже не знаю уже, как, что должно победить бабло. Бабло, победи меня немножечко. Вот. Так что, но при этом очень круто. Я говорю, что вот мне казалось, что, ну, что он тут сейчас покажет? Вообще, бедная Альфа Ромео, взяли Боттлса, значит, подстреленного, еще вот, Джоу какой-то там придет, кто такой, что за жу? Зачем нам этот жужу? А он, оно как? Чувак-то очень-очень неплох. И сейчас еще подвкатится. и Боттлса как раз свел. Насколько Боттлс, я реально чувствую комфортно. У Боттлса стандартный синдром вот этого вот, знаешь, когда камень с души упал, и все. То есть, вот, можно вспомнить кучу фамилий, там, разных гоночных серий, когда люди либо уходили просто из-за команд каких-то, где высоко давление, и потом спокойно себя чувствовали, или вообще уходили нахрен из вашей Формулы-1, и там кайфули. Ну, как Ром Грожан, например. А, да. Что далеко, вспомни Гасли. Гасли, да. Просто, просто провальный сезон, переход обратно в Альфа-Таури. Ничего не мог, он разбивал машину в каждой гонке, он не мог вообще ехать, он ничего не мог показать. Чувак в Альфа-Таури сейчас просто звезда вообще. То есть, вот он, у него феноменальные гонки. И с первым местом еще. Между прочим. Между прочим. Так-то, вот, на полочке-то кубочек-то стоит, пылится. Вот. Так что, а Роман Грожан наш любимый, Феникс наш. То есть, вот он вообще, вот эта улыбка на все лицо, автодом, семья Америка катается, кайфует, гоняется за деньги, получает зарплату хорошую. Провел сезон, стал лучшим новичком, позвали в клевую команду, и вот сейчас на подиум. И там подиумы. Опять на подиум вот приехал. Кстати, гонка Индикар, если кто не смотрел, это просто, я не знаю, я хочу еще раз пересмотреть, это какое-то... Давно не получал столько удовольствия от гонок. Я вообще не смотрел, я пытался это посмотреть. Вот реально посмотри, вот реально вот. Вот я посмотрю, да. Потому что я пытался посмотреть, но понял, что я уже не вывожу, я спать хочу. Она поначиналась, по-моему, времени уже очень поздно. Ну да, поздно было. Я просто с дичайшим восторгом ее просто посмотрел. То есть, знаешь, когда там машина... Это Лонг Бич был. Да, 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 вот это вот там борьба за миллиметры, когда машина из боксов вылетает буквально на хвосте у своего соперника, который там кругом ранее заезжал. И там, знаешь, он его там пытается тут же обогнать, там боком едет, его, знаешь, там вот пытает. то есть, там вот таких мелочей очень много. Именно вот борьбы, плотного вот этого движения, каких-то там, ну, аварий, конечно, каких-то зрелищ таких вот. Ну, то есть, там они не кровожадные какие-то, а именно такие очень странные из серии там, а поехали в стену, заедем. Вот. Или там, знаешь, чувак, который там может претендовать на что-то, реально ошибается, на кочках распрыгивается и на заблокированных колесах улетает в стены. Вот такое всякое. Но прям вот как-то гоночного движения было очень много, так что всем рекомендую обязательно посмотреть гонку в Лонгбич. Она была классная. Индика радует. Вот. Извините, что заспойлерили вам подиум горожана. Вот. Но без спойлеров нынче. Боитесь спойлеров, не ходите в интернет, что называется. Возвращаясь к нашим баранам, уж простите меня за это, старое, красивое, некрасивое выражение. Интересно, что они нам еще покажут. Вот очень интересно, что будет вымыли, потому что вот на этих коровах тяжелых, плохо поворачивающих, вот эти всякие акваминерали ваши. Вот. Я только хотел сказать, акваминерали, я даже не представляю, как это будет проезжаться, на какой скорости, вообще будут ли какие-то проблемы. Все наружу там будут. Какой будет прогноз погоды? Не смотрел? Не, не смотрел. И мыли, не знаешь еще? Я хочу, знаешь, у меня пока еще хоть какие-то островки должны остаться вот этой, хотел сказать, детской неожиданности. Ну вот этого, знаешь, типа нифига себе. Потому что уже все, уже это Формула-1, и ты уже тебе из каждого утюга какой-нибудь сраный блогер что-то рассказывает. Каждая вторая группа это какие-то новостные эти самые. То есть, я говорю, что Льюис Хамильтон чихнул, Гасли поковырялся в носу, все это уже написали, ты все это знаешь. Потом эти все тесты, все, каждый шаг, каждый чик. Хочется хоть что-нибудь, чтобы оставалось неизвестным. Я поэтому вот хотя бы погоду не смотрю, мне абсолютно плевать. Я потом зато включаю картинку, а там дождь идет. Я такой, вау, клево, сейчас их там все. Ну а что это они все готовы ехать под дождем, откуда они знали, что он будет. Вот, так что, я вот, у меня вопрос к поворотам, по минерали, у меня вопрос к шикане, к этой медленной, которая там тоже после него, собственно, там потом, после подъема следует. Интересно будет, интересно. Трасса узкая, то есть она местами быстрая, но при этом она очень узкая. И вот как они там поедут, что они там будут делать, я даже не представляю. Ну мы помним, как Ботас с Расселом разобрался на прямике. Казалось бы, прямик. Может повторить, так сказать. В ответочку, обратно. Может прилететь сейчас. Да мне кажется, что, знаешь, вот какие-то такие основные моменты, наверное, уже и все. Нет, почему? У нас еще Макларен есть. Ну, кстати. Со сдержанным оптимизмом на лицах, в глазах и в интервью, но тем не менее. Проблемы, конечно, никуда не делись. Я знаю, что я думаю. И все об этом говорят. Но, опять же. Видел, у них там была рекламная акция? Видел, видел? Рекламная акция была у них. Они там из Лего собирали болид. Думаешь, перепутали? Вот что-то они... Лего получился лучше, чем оригинал. Вот, да. Что-то они там нахимичили, что-то они... Либо какие-то части оттуда забрали, поставили. И поэтому... Может он просто весит легче. Мм. И поэтому стал хорошо поворачивать. Как вариант? Он еще и жесткий такой. У него подвески вообще нет. Он на ломах. На пластмассовых. На кубиках. Ну, кстати... А вот, кстати, Макларен... Это интересный момент, на самом деле, будет. Если мы говорим, что для Макларена подходит что-то скоростное, средне-скоростное, то вот в Имоле, возможно, будут очень большие проблемы. Это на втором секторе как раз. По-моему, второй сектор же, да, у нас как раз акваминерали и следующая шикана. По-моему, второй. Угу. Вот интересно, опять же. Вот... Вот это вот разнообразие трасс в начале сезона с разными характеристиками. Оно сейчас прям... Ой, как прикольно будет все выявлять. Вот эти всякие недостатки, недочеты и всего остального. То есть, да, мы уже поняли, что у Хонда есть проблемы с моторами. Если надо валить. В Имоле вроде надо тоже валить, но надо еще поворачивать. То есть, об... Об... Я не знаю, какое цензурное слово придумать. В общем, короче, кого-то еще не сложится, но вот будем смотреть на самом деле. Ну, знаешь, что хочется? Хотя бы одно... Одно очечко. Дайте Астон Мартину, пожалуйста. Ну, вот просто смотреть на таблицу очень грустно. Ну, что значит дайте, понимаешь? Ну, я... Естественно... Естественно, заработайте. Да-да-да. Естественно, заработайте. Не врезайтесь в других участников дорожного движения и не тараньте стены, пожалуйста. Там, не знаю. Ну, хотя бы... Начните хотя бы с малых простых вещей. Перестаньте врезаться. Конечно, не надо там никого ничего раздавать. Но, опять же, это насколько странный сезон. Единственная команда... Единственная команда, которая нет очка, это Астон Мартин. То есть, чуваки, которые ехали на подиум в прошлом сезоне и боролись за победу даже в каком-то смысле. Там, Фетель же... Он гонку чуть не выиграл в Венгрии, да, когда там с бензином-то трабл был. В Азербайджане был подиум. Ни одного... Не, понятно, что это стечение обстоятельств. Понятно, что здесь... Это, в принципе, такая же история, как, условно, там, у Рэдбула. Что там потеряли кучу очков, ну, потому что вот... Ну, вот так случилось. То бензины, то моторы, то еще что-нибудь. Но все равно в таблице смотрится это очень странно. Вильямс 1 очко, Астон Мартин 0. Причем, да, помнишь, были сезоны, когда были вот команды, они не могли набрать там очень долго очков, и вот там они там потом боролись, и как-то там ура в последний момент вырывали. Это самое начало сезона. Самое начало. Три гонки всего прошло. А уже все набрали, а эти такие, не-не-не, нам не надо, мы в стену поедем лучше. Или вдруг... Как это... Видел, как этот самый строл еще леща Ботасу там выдал, так подлетел такой, просто отпихнул его куда-то наружу и дальше поехал. Ну, там где-то ближе к концу гонки была небольшая... И Гасли заодно мимо проехал тоже. Ботас такой... Ну, кстати, молодежь охренелась. Они стали расследовать. Никакого нарушения, ничего. Такие, кто там? Ботас, а, и хрен с ним. Бля, Ботас. Он привык, что ему лещи все раздают. Вот он там так и едет. В общем, обидно было за Вальтера в этот момент, но, видишь, карма сработала. Точнее, как бы, Лэнсу-то не досталось, а вот на... Нет, ну, досталось, но ему... Этот самый... Пять секунд ничего не решили, которые ему там накинули. А Гасли, который под шумок проскочил, в итоге там вылетел все в том же 13-м повороте, чуть пошире, улетел там в траву, и Ботас спокойно проехал себе мимо, такой, ура, восьмое место. Что-то вот вспомнилось пока про Астон Мартин говорили. Да, слушай, ну, блин, ну, действительно, это же вот как, ну, простая истина. Чтобы выиграть гонку, нужно вначале финишировать. Чтобы набрать очки, нужно, да, вот не врезаться в других людей, не надо врезаться в ограждения, в трассы. В канадцев. Нужно собрать какую-то машину более-менее хорошую, попробовать ее настроить и что-то сделать. Но прикольно, да, что все вот эти вот разговоры о том, что вот это там практически Мерседес, там, да, вот они там все покупают, переманивают кучу людей и вообще баблом заваливают и сейчас там выкопят тайно все технологии и соберут себе второе Мерседес и будут самыми крутыми в Пелетоне и Лэнд Стролл станет чемпионом. А что-то, оказывается... Увы, у Мерседеса не получилось. Что-то, да, и как-то вот, как-то вот никак. Так что... Как это, это знаешь, как вот какая-то... Ну, мы не говорим сейчас, что там Лэнд Стролл плохой или папа его там, папа Стролл старший, какой-то плохой человек. Ни в коем случае. Но мы можем представить какую-то такую, знаешь, сказку из серии, что был какой-то вот мальчиш-плохиш и была у него какая-то вот цель такая, вот они хотели, там, не знаю, мир захватить и все на это вот все вот уже, уже все, правда, все купили, все, что можно. И все самое лучшее, но добро победило и у них это все не заработало, у них ничего не получилось, оно все развалилось и они такие в конце сидят у разбитого корыта, говорят, что за фигня вообще. Ну, правда, вот типа завалено баблом, просто вообще вот не снится. Вот. Лучшие специалисты, все, что можно. И что-то как-то вот... А не восторжествовал. Везение, везение за бабло не купишь, к сожалению. Ну, вот непонятно, но почему-то вот так это сработало, именно на них. Ну, не знаю. Посмотрим. И, кстати, еще, опять же, про везение-невезение. Я, честно говоря, удивился, что у Хаса как-то вообще вот гонка не пошла, ни гонка, ни квалификация. То есть все такое какое-то, ну вот, такое себе. То есть далековато, ладно, Мик выиграл даже квалификацию у Кевина в гонке 13-14, но в целом как-то такое, знаешь, ощущение смазанности небольшое вот осталось, что вот что-то, что-то где-то не то. Ну, я боюсь, что у них тоже какие-то такие же начали проблемы вылезать. Видишь, у нас реально здесь немножко, ну, то есть если мы не берем лидеров, хотя, опять-таки, да, там есть проблемы у Рудбула, у нас... Опять же, всегда говорили, что Альберт Парк трасса слишком специфичная. Она вроде бы, кажется, она обычная, то есть вроде ничего не такого нет, но она всегда считалась очень специфичной, вот именно по настройке, по тому, как там машины себя ведут, потому что, если кто-то был быстрый, ну, Мельбурн не был, делали ставку на что-то одно, а у них там в субботу, в воскресенье совсем все по-другому работало. Мы видим тут, что как раз у нас тут немножко вот эта серединка, которую я тогда говорил, она перевернулась. Вот у нас стала немножко другая трасса, и те, кто валили там на предыдущей, на той же Джиде, они стали ехать хуже, те, кто ехал хуже в той же Джиде, стали здесь хорошо ехать. И плюс еще, говорю, что индивидуальная работа с машиной, то есть попытки настроек там ее... Я так понимаю, что Шумахер много дать не может, а тот же самый Кевин, ну, как бы проболел все выходные, то есть ему, он не в лучшем состоянии организма был, то есть тоже не мог что-то там сделать, потому что то, что вы там привезли, просчитали заранее на компьютере, это одно, а здесь вот там солнышко встало, село, там температура поменялась. Дорожное полотно там переложили местами, значит уже что-то по-другому. Здесь пыли какой-то нагнало, здесь там машина поворачивать не хочет. Температура изменилась на пару градусов, все там, покрышки не прогреть. Или наоборот, повысилась на пару, блин, начинают, блин, реально перегорать, пузыриться, блин, и не поймите что с ними. Ну, вот туда-сюда вот эти качели, соответственно, вот, ну, в этом тоже есть такая тонкость гоночная, уметь это все настраивать, делать, и, конечно, и вот изначально, если у тебя такая, условно говоря, машина как Феррари получилась, ты такой, ну, там, что-то пару щелчков подкрутил здесь, пару там, вот, все, что-то там, жесткость поменял, немножко поигрался там, с какими-то еще настройками там, и все, и все хорошо. А кто-то, блин, кувалдой по колесам лупить пойдет, у него ничего не изменится, как не ехал, так и не ехал. Видел это видео, где, видел видео, где Строл едет, а у него просто машина сама за него ездит, и появилось, почему? Да, 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 он, типа, до чего дошли технологии, вот, вот оно, сила бабла, что, можно даже уже не ехать за ним. Я понимаю, что у него просто был какой-то кривущий развал, схождение, или там вообще кастер не настроенный, не знаю, что это было, то есть, с аварией было как-то связано, что восстановили, но как-то не отстроили, не знаю. Что он там на поребрик заезжал, у него руль раз в другую сторону, еще что-нибудь, то есть, начинает машина сама рулить, короче. в принципе, учитывая 12 место, не так уж и плохо, с учетом того, что машина ехала, хер пойми вообще как. Так что, почти можно даже очки искать за работу. Вот, но от этого, конечно, еще интереснее будет, что будет вымыли, кто сможет настроить, кто не сможет настроить, у кого машина в принципе никуда не поедет, я не знаю. Вакууминерали все снаружи будут ездить, там где-то по полям, я так чувствую. там же часто, когда вакууминерали спускаешься, и потом ты на горку поднимаешься, и нужно слева как бы выехал, там колышек объехал, уже в горку заехал, там уже шикарно начинается. Поэтому. Мне кажется, они все там переложат трассу. Когда в начале, в начале гоночная дирекция скажет, так, ребят, у нас строгие правила, у нас правила на всех трассах одни, у нас здесь белая полоса, ее пересекать нельзя всеми четырьмя колесами. Такие посмотрели первую тренировку, такие, так, меняем, и рисуют белую полосу, просто овал делают, такой, значит, и все спокойно заезжают туда на горку, потому что не попал в поворот никто. Ладно. Спасибо. Не знаю, но будет, мне кажется, очень прикольно. Спасибо, друзья, полтора часа. Подожди, кстати, даже извинись, если тебя подожди полтора часа, еще минуту, час двадцать девять. У тебя есть какие-нибудь, вот, ну, хоть малейшие какие-нибудь вангования насчет иммолы? Ну, Феррари победит. Ну, на этом мы закончим. Спасибо большое. Это была аналитика. Отличнейшая. Да, просто основанная на серьезных математических вычислениях. Потому что, да, теория вероятности. А что вы хотели? Вы этого заслужили. Естественно. Вам нужна такая аналитика. По кругу. Я как спросил, так ты не ответил, по большому счету. По сути, да. Что я тебя унул-то ждал? Что наехал, да. Не, на самом деле, а что ты имел в виду? Что ты хотел? Ну, Феррари победит сто процентов. Процентов сто. А где будет Мерседес? Где будет Макларен? Где будет Хас? Я думаю, что будут скорее, вот, результаты ближе, мне кажется, к условному там. Ну, Бахрейну, Джиди, туда-куда-то. То есть, все-таки Альберт Парк, это будет такое исключение для Макларена и для Хаса. Ну, вот условно, потому что вот они прям как-то так поменялись условно. Ну, вот мое предположение, что да. Могу ошибаться, но пока из того, что я посмотрел, увидел, мне кажется, что да. Ну, окей, ладно, посмотрим. Прямо, прям уже очень интересно. У нас что там, осталось буквально... Да неделище-то, неделька. Неделька, неделька и полтора дня, два дня. Классно, мне нравится. Прекраснейший сезон. Нас ждет, я так чувствую. Что, можно теперь спасибо людям сказать? Да, конечно. Друзья, спасибо. Полтора часа пролетели, я надеюсь, незаметно для вас, точно так же, как и для нас. Постарались как-то развлечь вас в это нелегкое время, пытаться быть объективными, но при этом не забывать быть веселыми, стараться поддерживать свою жизнь в тонусе, вот, и делиться с вами мыслями, которые посещают наши глупые головы, хоть иногда. Это был 59-й выпуск Диванного подкаста, и я надеюсь, что он далеко и далеко еще не последний. Спасибо огромное. Как быстро растут чужие подкасты. Спасибо, друзья, пока увидимся, услышимся, не переключайтесь. Пока-пока. Это Диванные подкасты. Здесь шумят моторы. Субтитры создавал DimaTorzok А я забыл, какой-то номер нашего подкаста. 60-й? Нет еще, по-моему, 59-е, 60-е. Да, 59-е. В следующий раз давай нажремся в прямом эфире. Пенсионная, да. В следующий раз надо пораньше, чтобы ты был свежий, и устроим пьян... А, давай 60-е в прямом эфире проведем. Нормально. Меня устраивает. Среда как раз, мы же по средам проводили. Давай, давай. Это что, получается, мы посмотрим и мылу. Да. Ну, вообще нормально. Можно открыть бутылочку вина. И попробовать записать подкаст. Надо, короче, придумать, как это сделать. Ну, типа, знаешь, что не просто прямой эфир, что мы общаемся со зрителями. А чтобы мы потом еще дорожку сохранили. Да, да, да. Чтобы это именно был подкаст. То есть, условно говоря, можно начать просто разговаривать, не обращая внимания на тех, что происходит в чате. Знаешь, типа, тупо игнорить. А потом... Да просто чат отключил, да и все. Здравствуйте, типа, ля-ля-ля. Ну, короче, придумать что-нибудь такое. Да, мы посмотрим. И записать и сделать видео подкаст. Аудио-дорожку потом кинуть на площадке. Видео сделать. Ну, короче, давай, придумаем.